Летние прогнозы эпидемиологов по ситуации с коронавирусом оправдались. С наступлением осени идет рост заболевших. Если неделю назад за сутки выявляли 63 новых случая, то сейчас почти на 20 человек больше. Каждый третий больной ковидом пожилой. Если в августе эта доля заболевших была чуть более 20%, то уже в сентябре практически каждый третий заболевший был из категории 65+. А как вы знаете, эта категория наиболее подвержена рискам осложнений при заболевании новой коронавирусной инфекцией. При этом темпы вакцинации в Татарстане наоборот снизились по сравнению с августом более чем в два раза. Ограничительные меры, которые вводятся в Татарстане с 11 октября, во многом связаны с низким уровнем вакцинации среди категории 65+. По данным Минздрава, на сегодня приведет лишь каждый третий пенсионер. С понедельника все невакцинированные пожилые должны уйти на самоизоляцию. Те из них, кто работает, компании должны перевести на дистанционный формат. Исключение для тех, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Без прививки пенсионерам отныне разрешается выгуливать животных не дальше 100 метров от своего дома, ходить в парикмахерскую, на почту, за продуктами, но не в крупные торговые центры. Люди, которые не защищены вакциной, могут быть в зоне поражения, поэтому они, конечно же, в места общественного пользования доступа иметь не будут. Вне зависимости от того, есть у него метаотвод, условия получения QR-кода одно. Либо ты переболел, и в течение полгода у тебя действует QR-код, либо ты вакцинировался, и в течение года у тебя действует QR-код после вакцинации. Ограничения коснутся всех непривитых от 18 и старше. В кафе, рестораны, спортивные центры и торгово-развлекательные комплексы с площадью более 400 квадратных метров, с 11 октября можно будет попасть, только предъявив QR-код или сертификат о вакцинации. Он доступен только тем, кто переболел ковидом или сделал прививку. Получить код можно в личном кабинете на госуслугах или в мобильном приложении «Стоп коронавирус». Тем, кто не зарегистрирован в системе, советуют обратиться за помощью к родственникам или волонтерам. Бумажные справки о вакцинации или болезни в качестве QR-кода не пройдут. QR-код – это результат успешного прохождения вакцинации. И условно мы понимаем, что человек не заболеет, но он может переносить, выделять. И люди, которые не защищены вакциной, могут быть в зоне поражения. Поэтому они, конечно же, в места общественного пользования доступа иметь не будут. Вне зависимости от того, есть у него метаотвод, допустим. Ну, метаотвод есть, значит, прививки нет. Условия получения QR-кода одно. Либо ты переболел, и в течение полгода у тебя действует QR-код. Либо ты вакцинировался, и в течение года у тебя действует QR-код после вакцинации. Как ожидают, в ближайшее время нагрузка на пункты вакцинации в Татарстане вырастет в разы. Из-за новых ограничений их число увеличит почти вдвое. Жителям напоминают, прививаться нужно даже тем, у кого есть антитела, если с момента болезни или после первой вакцинации прошло более полугода. Если же на прививку вы идете впервые, лучше ее сделать в поликлинике, по месту жительства или у метро. В мобильные прививочные пункты, в торговых центрах и ДК «Культуру» вас уже, скорее всего, не пустят. Юлия Гоглева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.